Столичный локомотив в Сибирском Томске тем временем был изрядно потрёпан местной Томью. Затяжные атаки хозяев с многочисленными прострелами и метаниями мяча штрафной стали элитмотивом всего матча. Оборона железнодорожников действовала как-то вяло, и главным действующим лицом встречи стал брошенный в пекло со скамейки запасных вратарь Хапов. Томь не демонстрировала ничего сверхъестественного, сделав упор на скорость, отдачу и дальние удары. Но у локомотива игра не шла вообще, поэтому проблем у него было предостаточно. А первый по-настоящему голевой момент у ворот хозяев подопечные Семина создали лишь после перерыва. Ловкий Джанаши мог двумя движениями перевести игру в иную плоскость, но чуть смазал. Томь, между тем, по полной программе продолжал экзаменовать Хапова. Впрочем, второй голкипер Лока был в полном порядке и не дал повода хозяевам рассчитывать на многое. Специфичную неприятность стоял в себе разве что момент с выходом форварда почти один в один с вратарём, но Хапов и здесь не оплошал. Всё это привело к дополнительному времени, в которое и случилось ожидаемое, то есть гол. Харлачёв с 20 метров решился на удар и принёс локомотиву, если не заслуженную, то по крайней мере предсказуемую победу.